Сразу начинаем. Это шлакоблог, а это видеоблог. Видеоблог о моей жизни, о моей профессии. Профессию такую нигде не выдают. Я, получается, блогер, контентмейкер, юморист, сценарист. Ну, короче, как угодно. Понять, кто я и чем занимаюсь, можно, посмотрев только этот блог. Паспарту какая у нас неделя? А, вторая. Погнали. Каждую неделю в блоге не буду показывать, что я на бокс хожу. Вы просто поняли, что нужно пальцы вверх ставить. Ну, пацан не просто веселый, пацан еще и ходит, тренируется. Если что, я вас буду защищать. Ну, а вы пальцы вверх будете ставить. Да помните, бокс это не вот это, даже не вот это. Вот, а как надо, все у меня на платной консультации. Узнавайте, звоните. Я это спрошу у того, кто знает, и вам тоже расскажу. Но только платно. Вот, все. Сейчас монтировал видосик для Visit Human, для развития туризма в Сибири или в Тюмень. И мы делаем очень классные туда прикольные видосики. Но главный видосик это для зелени. Зелень это место, где я работаю. Сейчас покажу вот кадры оттуда. Для них сделал просто, просто мое желание было сделать крутой, качественный, офигительный видос, чтобы бренд с чем-то крутым ассоциировался. Вот, у меня это получилось, на мой взгляд. Сейчас поеду туда, покажу там людям, не знаю кому точно, а потом покажу вам. Потому что обещал в том блоге, все блоги будут в отдельном плейлисте. Все, пойдем показывать. Леха, ты готов смотреть видос? Так да, ты же рассказал, что там будет. Очень богатый видос. Все, смотри. Леха, как круто. А мы тебе ничего не заплачили. Нахер тебе костюм нужен был. Меня часто спрашивают, как достичь высочайшего уровня. Одна из основных составляющих успеха – это зелень. Нет, я не про баксы, тачки, часы и прочую мишуру. Я про то, что превращает углекислый газ в кислород. Делая наш мир менее душным. Зелень. Позвонили с телевизора, сейчас подъехали. Нужно что-то рассказать про блогинг и туда-сюда, короче, пообщаться. Кайф, кайф, по-моему. Здрасте, я вот в телевизор, а вы в блог тогда попадете, хорошо? Все, все, кайф. Я не наврал, приехали люди с телевизора. Вот, все, у них есть камера. Снимают почему-то горизонтально. Навер... Я еле за плакат раскидался. На смешных роликах поднялся и Роман. За несколько месяцев полсотни тысяч человек стали следить за шутками от тюменца. Но я же больше кавенчат, поэтому... Первая миниатюра. Дима Билан не заметил стеклянную дверь. Чтобы Романа узнавали не только онлайн, блогер нескромно заявил о себе на огромном баннере торгового центра. Теперь он планирует организовать сообщество перспективных пользователей и открыть первый тикток-хаус в Тюмени. Почему нужен тикток-хаус? Потому что люди, ну, которые снимают какой-то контент, им иногда тяжело, короче, одним дома находиться. Или они не понимают, куда пойти, чтобы поснимать, как-то попрекалываться и помениваться идеями, поболтать даже просто. Это тоже помогает. Ну, с теми людьми, которые этим все занимаются. Вот, и нужно будет делать тикток-хаус так, что этот... Ищем хаус. Ну, дом, хаус, перевод. Все, блог, это, не замирайте, живите, да, это видеоблог. Живите, не замирайте, да, вот так, отлично. Вот так же, вот так придумываются идеи в тикток. Они танцуют, а мы придумываем, вот. Всем привет, меня зовут Рушечка. Меня Ромочка. Вот, мы снимаем с Рушаной... С Рушаной 600 миллиардов тысяч подписчиков в тиктоке, поэтому ссылку на нее внизу оставлю, вот. И Рушана, конечно, поделится с вами лайфхаками, тремя лайфхаками, как быть популярным в тиктоке. А если вы хотите больше, то за деньги можно? Да, все, поехали. Три лайфхака в тиктоке, как быть популярным. Снимать полную дичь, улыбаться всегда в кадре, или не улыбаться. Три, все, и топ-3. И линзы. Топ-3 рожицы, которые нужно строить в тиктоке. Раз, два, три. Нет, а вот это, типа... Отлично, четыре, бонусом. Спасибо. Все, все, погнали. Нам еще за это платят. Я бы терпой. Хотела... Плюнуть? Поесть. Поесть? Бедолага. Дрозный, подросток. Дорогой Блок, я забываю тебя вести, буду с тобой откровенен. Мы здесь в зелени снимаем для Ютуба. Такая, короче, мысль рассказать о цветах, как их пересаживать, как их упаковывать, что с ними, как правильно за ними ухаживать. И чтобы нам в этом помогали флористы. И будем это выдавать на Ютуб. И, возможно, будет какой-то условно-бесплатный трафик, когда люди заморочились, типа такие, блин, а как там правильно сажать бегонью? Бегу сажать бегонью. И попали на наш канал. Познакомились с нами, узнали, что у нас есть хорошие флористы, эксперты, и что мы вообще все знаем о цветочках. И можно к нам заглянуть в гости. Что, сегодня суббота, все, завтра уже блог надо монтировать. Сейчас опять с Рушаной едем снимать тиктоки. Она будет кушать, а я буду ей придумывать шутки, чтобы ролик был интересный. Вот, и снимать это все. Что-то думал, особо ничего интересного, но, получается, телевидение приезжало, тиктоки снимали, видос выпустил для зелени охрененный. Ну, блин, сами видели или, ну, как вам, напишите в комментах, если что. И что еще? И в воскресенье у нас офлайн-мероприятие. С пацанами там будем сидеть, чесать. 50 человек только максимум, к сожалению. Поэтому там даже в сторис не говорил об этом, потому что все заняли, все места сразу. Прикольный формат придумался. И все, и мы собрались с пацанами, порепетировали. Сегодня опять надо порепетировать, и все, кайф. И никогда меня, прошу, не вспоминай. Вот, прихожу домой. Валерия, вот, играет с масочками. Молодец, молодец, Валерия. Ой, какая хорошенькая Валерия. Пошел я блок монтировать. Если вам это понравится, то мы это проведем еще раз. Если вам это не понравится, то горите в аду. Сегодня выступаем. Это называется выступление. Будем импровизировать шутки. Леха будет, вот он и держит телефон, красавчик. Димас? Да, здравствуйте. Любой вопрос я совру. Любой вопрос, блядь. Были ли свинксы у свинксов когда-то? Были ли носы? Нет, никогда не было, потому что они свинксы. Свинкснулись. Вот, взял оператора, чистый блок. Слышь оператора, чистый блок. Спасибо. Да, спасибо, спасибо. Спроси, шутки. От солнца отойди, я бонзу. Шутка про аптеку. Шутка про аптеку. Здравствуйте, можно уголь активированный? А вы его активируйте сами? Отлично! Бонзан, шутка, ставьте пальцы вверх. Сумас. Шутка про полицейского. Шутка про полицейского. Здравствуйте, вы куда? Да я вот, иду туда, мне уголь активирует. Ставьте пальцы вверх. Женька, пар полицейского. Шутка про полицейского. Короче, он подходит, короче, такой, на остановке стоит автобус. Ждет к нему, типа, подходит, говорит, плечи и на остановке. Он говорит, автобус. Ты пидор вонючий. Да. проверю не не пахнешь лёха ну пидор я пошел наху лет надеюсь вам этот выпуск понравился так же как и людям понравилось наше импровизационное юмористическое мероприятие ссылка на это шоу будет в следующем выпуске скорее всего но там будет цензура то есть это где-то в 1 150 тысяч не смешнее будет чем оффлайн вот жаль что до сих пор можно только 50 человек туда позвать потому что чем больше людей тем круче чем и ходят на такое мероприятие супер качественные супер крутые люди которые вот чувства мои к ним знаете какие мне для них хочется делать для них хочется творить ними хочется быть на связи также как и вот этот блок этот блок смотрят исключительно качественные люди то здесь же нет никакой дичи и чего такого кликбейтного ну типа пранков да вот это смотрит супер качественные крутые люди я реально дорожу каждым вот пусть на первом там ролике 250 просмотров ю тубе и я думаю что я еще пока вывожу делать еще выпуски буду стараться вот может быть у вас еще есть где-то друзья которые такие же качественные как вы и вы можете подтянуть их мне на канал или в инстаграм или сюда буду рад вот ну я уже все спасибо что были здесь спасибо что смотрели лайки подписки колокольчики колокольчики